13 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2801. Тема «Община». «Ваши крестные ходы чем-то отличаются от уже ставших привычными, что по телевизору показывают?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Крестный ход должен быть замкнутым в виде кольца». Книга Иисуса Новина, 6 глава, со 2 по 4 стих. «Пойдите вокруг города, все способные к войне, и обходите город однажды в день, и это делай шесть дней. И семь священников пусть несут семь труп юбилейных пред ковчегом, а в седьмой день обойдите вокруг города семь раз. «И священники пусть трубят трубами, когда затрубит юбилейный рок, когда услышите звук трубы, тогда весь народ пусть воскликнет громким голосом, и стена города обрушится до своего основания, и весь народ пойдет в город, умертвившись каждый с своей стороны». «У нас крестные ходы в деревне бывают при крещении 7 июля, или в первое воскресенье после сего дня, и по потребности, когда беда». Так, 14 августа 2005 года, после литургии, водосвятия и освящения плодов и меда, был крестный ход в Потеряевке, чтобы осветить каждый дом, так как тревожные вести пришли, что против птицы ополчилась или групповая власть, или болезнь грипповая. «Все до единого в крестном ходе были верующие, ни одного табакура, здесь же и дети, все одеты по церковной форме, все поют «Спаси, Господи, люди Твоя». Батюшка с дьяконом и чтецом подходили к каждому дому и трижды кропили его, все чинно, спокойно, благоприлично и свято. Это нужно хотя бы раз увидеть, чтобы не делать даже сравнение нашего крестного хода с базарной площадью и с тем скопом и показухой, какую устраивают каждый год в крестном ходе в Коробейниково и в другие раскрученные искусственные места, играющие роль бессовестного оживляжа, слухов и легенд. Вторая книга, Паральпоминон, 9 глава, 4 стих. «В пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпев его, и одежду их, и ход, которым он ходил в дом Господень, и была она вне себя». В Потеряевке крестные ходы по потребности и не чаще одного раза в 4 года. В Барнауле нет возможности такой и надобности, и потому ни одного крестного хода в крестозвиженской общине РПЦЗ не было за 14 лет ни разу. «У нас крестный ход идет по Солнцу, как было изначально, как сохранилось у старообрядцев поныне, а не против Солнца». Объяснение против хода Солнца основывается на изречении Христа. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Христос, как Солнце правды, зовет к себе, чтобы вышли навстречу Ему желающие спасения. Псалом 83, 12 стих. «Ибо Господь Бог есть Солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Это объяснение, что речь идет о желающих лишь обратиться, когда Господь простирает руки и зовет прийти к Нему, стоящему, получается, что против хода Солнца. Но однако есть места в Библии, которые говорят, что и против Солнца идут те, кто уже примирился с Ним. Евангелие от Матфея, 25 глава, 6 стих. «Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу Ему». Идущие же по ходу Солнца – это уже те, кто примирился со Христом, Солнцем правды, более совершенные, нежели те, кто только что вышел Ему навстречу. Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Но святой Златоуст толкует Матфея, 11, 28, что «труждающиеся» – это уже потрудившиеся в исполнении заповедей, то есть уже обращенные. Выходит, что разницы и нет никакой, как идти крестным ходом по ходу Солнца или против хода Солнца, но предпочтительнее все же за Солнцем. Как только дело к пятнице подходит, итог подводим, отдых предвкушаем, что с ворохом оставшимся, на что он годен, на комаринный писк или для всей державы. Усталостью набитые под завязку, все члены тела бились аппетитно, нам неизвестность подставляла стряску, старообряческую неувязли тину. Благодарю за встречи в понедельник, за планы, поданные свыше на молитве, что и советников Господь послал нам дельных, в советах с Библией мы оказались слитны. Благодарю за вторник, устремленный на труд, казавшийся безмерным и опасным, за половину пройденную, где пошло с уклоном, так хочется воскликнуть, как по маслу. Три четверти четверг нам отмахнул, у сладой отдыха маячил пропотело, к субботе вывернуло, не сломало руль, и к бане жаркой потянулось тело. Душа подсчитывала прибыли, убытки, друзьям за помощь искренний поклон, безалкогольные домашние напитки, для благодарности Творцу не хватит слов. Неужто выкопал колодец, есть вода, неужто печь теплом дом заливает? Бедой маячившее сплыло без следа, теперь нам есть где развернуться с вами. Покой субботник вечеру склонился, уже по праздничному храмовый настрой, хвалебный гимн за Иеговы милость, да и в дальнейшем нас она прикроет. День воскресенья, благодарение свет, сияющий убранством разноцветьем, легко и слаженно, собравшись в храме петь, благодарить за прошлую неделю. 29 августа 2005 года. Игнатий Лапкин.